МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первонезависимая ЗАП-ТВ. В студии Дарья Калинина. Мы показываем новости 4 из Забайкальского края. Спонсор нашего выпуска Приск Соловьёвский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приск Соловьёвский – одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Газификация домохозяйств в Чите заканчивается настоящим газовым бунтом. Подробнее смотрите в этом выпуске. Кроме аптечного ФАПа с протекающей крышей и маленького продуктового магазина, где тоже молоко ждать бывает приходится неделями, нет ничего. Однако и зато горный один местным не выбраться. Автобуса здесь теперь тоже нет. Борьба населения за любимое дерево кончилась поражением жителей. Подробнее смотрите в этом выпуске. Хотите повысить свой социальный статус, желаете получать достойную заработную плату – выбор есть. Одна из лидирующих управляющих компаний в Чите приглашает на работу соискателей. Все подробности смотрите через пару минут в выпуске новостей. А теперь об этих и других событиях более подробно. Настоящий газовый бунт. Работникам, которые газифицируют читинские домохозяйства, Станислав Неверов не платит обещанное. Смотрите подробности дальше у Вячеслава Бортницкого. Правительство Забайкальского края пафосно докладывает, построено 86 километров газораспределительных сетей. Небывалая и беспрецедентная газификация в Чите не имеет аналогов по всей России. Действительно, не имеет. Вопрос еще открыт – будет ли газ. Не будет. Не будет. Обещали одно, сделали другое. Гинули под зарплату. В договорах какая сумма указана? В договорах оклад 19, остальное премия. А, премия не обещали, да? Ну, получается так. На данный момент вообще работы встали все? Ну, пока стоим. Пока стоим, работают собираемся. Специальности какие у вас? Монтажники. Сварщики, водители, весь коллектив. Водители еще, да? Все, все здесь. У вас как дальше развивается событие? Письмо в прокуратуру, в трудовую, куда? Знаю, стоим просто пока вот после зарплаты, думаем. Выше стоящее руководство ждем. Телевидение вызвали. Опер, театр. Да кого нам это скажите? Театр. Вон, дяденька. Вон он, убегай. Он убегай. Который кричал, что зарплаты улетит. Вон он, начальник. Чего ждете, как долго ждать? Так они знают, что ждем. С моря погода. Скажут нам, ответят. Почему? Обещали одни деньги, а в оконцовке нас тут заманили и кинули, получается. Вот и так. Сколько примерно человек? Человек 70, наверное. Наверное, где-то около 70. Ну да, 20 звеньев, 40 и плюс заливает, да, около 70 человек. Ну если заря там что-то заготовки. Так а многие оставили другие работы, чтобы выйти специально на эту работу, чтобы заработать именно деньги. А по факту-то вообще ничего. Нет денег вообще. Вы с какой работой ушли? Чем раньше занимались? На хлебозаводе работал. Я за 8 дней получал 30 тысяч. А тут я получил 15 с одним выходным в неделю. Это что, нормально, что ли? Нет. За три недели. За три недели? Да. Я уеду. В воскресенье только отдыхаю, я один день и все. В субботу выходили даже на работу. У вас какая зарплата получилась? 15 тысяч. Я отработал, в общем, получается, полный месяц без выходных. Одно в воскресенье выходное делали, все. Получили сколько? Получил копейки, 22 тысячи. А обещали? А обещали по 5 тысяч в день, 7 с половиной. В субботу? В субботу, воскресенье, да. Вот мы работали и котельные сами, и узелы устанавливали здесь на базе у них. Там у них просто деньги куда-то уходят, непонятно куда. На эту базу миллион платят за пустое место, за пустырь, за какой-то. А мужикам не платят, вот это все и получается. Сейчас вот план-то какой? В трудовую инспекцию, в прокуратуру. Да, в прокуратуру куда-то, не знаю кто, сейчас найдем людей. Просто работать-то никто не собирается, желать-то нет. Они свои планы, которые нарисовали себе, они же их не выполняют. Они обещания не выполняют. Ну и мужики по рукам ударили, некоторые вообще семьи и дети, кредиты у всех, правильно? Ну, я 70-80 получался, пока я сержантом был, командиром отделения. Все, я уволился, все, пришел сюда, перспектива появилась. Пришла зарплата, что это такое? Так не делается вообще, ни расходников, ничего. Все работают, хотят здесь, вот все, кто есть, они все работают. Никто ничего не уходит, не забухивается, нигде не пропадает. Все работать хотят, приходят, говорите нам это, это, нам надо план сделать быстрее. А нам не выдают ничего, потом зарплату нам... Ну, как будем работать? Ну, вы как думаете, с таким подходом газификация-то будет? Даже не знаем с таким подходом. А сейчас никто не выйдет, если вы еще репутаж спустите, кто пойдет-то туда работать-то, сюда? Ну, никто, мне кажется, до такие деньги никто не пойдет. Пусть все знают, что так... Сейчас, если нас уволят, мы с другими придут, пусть знаем. Я, как будто, вот, не работал, получается, и ни копейки не получил. То есть, отработали мы вместе с напарником, работали, ему пришло 45, а вам 45 зарплата, а мне ни копейки. Вы тут конкретно те, кто именно с домами работал? Да, только по домам. Население как вообще реагировало? На подключение там так далее? Ну, как? По-разному люди реагируют. Некоторые отказываются, некоторые их объясняют, что они соглашаются. Да, рады некоторые. Да, некоторые рады. Ну, вот сегодняшний днём как у вас? Вера в газификацию есть? Да что-то пошатнулась эта вера, и очень сильно. Люди тоже спрашивают в домах, когда газ будет. Вот вы, говорит, подсоединили, а когда газ будет? О чём мы можем сказать, если завод даже ещё не построили? Центральный провели эти трубы, а отводов ни одного нету на дома. Бунтующие газовики устроены в компании ООО АМК. Пробуем пообщаться с начальством. С кем-то поговорить можно по поводу? Все Журавлёва, пожалуйста. Конечно, мы-то исполнители. Все, пожалуйста, Журавлёва. Ну, какие-то вопросы, давайте я отвечу. Ситуация связана с тем, что перевели, грубо говоря, на хозрасчёт всех в связи с экономией средств. То есть, допустим, у нас выполненный дом, объявили определённую сумму. Потом, по концу месяца мы обсчитали количество домов, и нам выделили определённую сумму. Эту сумму, как смогли, полученную, распределили по всем задействованным людям. Это получается, ну, свыше стоящего? Конечно. Да, а у вас как подряд? Ну, исполнительщики. Ну, мы все тут наёмные работники. То есть, это, ну, распределительное наследство, он вот так вот довёл деньги. Все помощи, да. Ну, да. С такими? После начальника дела, тот самый, который сбежал в самом начале сюжета и пытался прервать начальника производства, выставил съёмочную группу из кабинета, отправив на Журавлёва-40. Телекомпания ЗПТВ, Братнинский, Вячеслав. По поводу зарплат на авиационный. Ну, не знаю, никто меня не предупреждал. Спасибо. Сходу Геннадий Блинов, представившийся руководителем, потребовал не снимать его лицо на видео. Лицо нам его ни к чему. Нужен комментарий. Во счёт комментарий чего? Компания ВАНК или АМК? ВАНК. ВАНК, ВАНК, ВАНК. Оттуда отправляет к вам. Хорошо. А там какая компания? В какой компании зарплату не уплачивает? В АМК, да. Правильно. Причём здесь АМК и ВАНК. Ну, так оттуда к вам отправить. Вези фигура, смотрите, ниже газ. Смотрите, ещё раз. Юридическое взаимоотношение. Вы где работаете? Я понял. Вы уже АТВ работаете? Да, я понял, чём вы работаете. Вам зарплату не платят. Вас же не отправляют. Там в Россию один, что спрашивают, о чём зарплату не платят. Руководство АМК нам поясняет, да, что ВАНК не довёл все деньги, поэтому у них с работами такое получилось. Вот в чём вопрос. Если бы меня сразу дослушали, то я бы его задался. В чём вопрос? Оттуда вообще информация, что зарплату не оплачивают? Там 70 человек только что на камеру ты сказал. 70 человек? Прекрасно. Ну, как дойдёт официальная информация, значит, будем выяснять. Вот мне, допустим, информацию первый раз услышал, что там зарплату не выплатили. Именно оплату. Представляете, как интересно. Очень интересно, выплатит ли Станислав Неверов простым работягам обещанное? Или та подачка, что назвали зарплатой и есть плата за работу? Газификация в Чите пока больше похожа на фикцию. Без проектно-сметной документации, без газа, без зарплаты и, по всей видимости, без работников. Вячеслав Барницкий, Ирина Тимофеева и Павел Шухляев. ЗАПТВ Жители посёлка Горный-1 в очередной раз обратились за помощью к журналистам ЗАПТВ. Жители отрезаны от цивилизации. Купить продукты, пройти обследование у врачей теперь всё это сделать невозможно. Единственный рейсовый автобус отменён. Они готовы потратиться на такси, однако дорога до населённого пункта настолько плохая, что почти никто из желающих не берёт подобные заявки. Подробности в нашем следующем материале. Жители посёлка Горный-1 с целью решить одну из своих важных задач готовы приехать на студию канала ЗАПТВ. Правда, на чём – непонятно. Около месяца назад аборигены лишились единственного рейсового автобуса. Транспорт местным нужен как воздух. В нашем прошлом сюжете жители говорили о том, что на ту же большую десятку они ездили, чтобы закупать продукты. Молоко и сахар там стоят гораздо дешевле. В своём же населённом пункте ждать провизии им приходится подолгу. На большую десятку анализы сдавать ездим, в школу собираемся, потому что здесь у нас на месте один магазин с продуктовой, в котором в данное время не может быть туалетной бумаги даже. Молока по две недели не бывает. Автобус – это единственная связь с большим миром. Здесь нет больницы и поликлиники, нет даже ФАПа. Есть только аптечный пункт, правда, с протекающей крышей и плесенью на стенах. Зимой всё замерзает, летом всё оттаивает. В результате потекла крыша. Да плюс ещё деревья выросли на крыше за это время. То ли семена попали, то ли что. Ну вот. И всё, теперь крыша течёт. Как только начинается сильный ливень, мы подставляем вёдра. Покупатели заходят, у вас есть такая сырость, дышать нечем, как вы здесь работаете, вы поберегли бы свои лёгкие. А я им говорю просто, скажите спасибо, что я вам сохраняю эту аптеку ещё. А иначе я бы уже могла бы тоже поберечь своё здоровье и уйти отсюда. Жизнь у местных далеко не сахар. Если раньше они могли поехать за какой-либо медицинской помощью, одеждой и продуктами на большую десятку или в краевой центр, то теперь чувствуют себя в заточении, не иначе. Что делать? Помогите, пожалуйста. Хотя бы что-то организовали в виде маршрутки, хотя бы два раза в неделю или как. Администрация мира никаких не принимает. Никому мы не нужны. Что делать, мы даже не знаем. В отпуск поехать даже и то не за чем. Машину заказывать сильно дорого, потому что по такой дороге у нас никто не ездит. Все отказываются. Даже такси за такие деньги и то отказываются. Глава администрации что-нибудь делала? Когда отменили автобус, вроде задавали ей такой вопрос, сказала, что согласует все, будет все прекрасно. Но до сих пор ничего не сделано, и она вообще к нам не появляется, и не хочет с нами разговаривать. Говорит, ваши проблемы. Кто не обратится к нам, ваши проблемы решайте. Нашей администрации мы, честно говоря, уже ни одному слову не верим, потому что не раз были такие инциденты, что сказала одно, сделала совсем другое. Ждали грейдер, грейдера до сих пор нет. Приезжал Гурулев, сказал, что все будет, прошло два года, ничего нет. То есть как бы без автобуса нам плохо. И нам нужно хотя бы сделать какой-то маршрут, чтобы мы могли хотя бы три раза в неделю выезжать из поселка в цивилизацию, чтобы мы могли оплатить счета какие-то, снять деньги. Напомним, в прошлом сюжете Татьяна Корнаух сначала отметила, что ничего не знает об отмене рейсового автобуса, а на вопрос, если это случится, то какова будет линия ее поведения, заверила. Она обязательно найдет альтернативу. У меня такой информации нет, перевозчик на меня не выходил. Она общалась с заместителем, сказала, что может быть они с 1 июля сентября, по другой информации, с 15 сентября. Пока не могу сказать вам ничего. И если это произойдет, как быть? Ну, значит, будем находить другие пути решений. Ну, как в других муниципальных образованиях что-то придумывать, искать какие-то, искать возможности. Видимо, не нашла. На наши телефонные звонки чиновница больше не отвечает. И по нашей информации, в поселке Горный один проживает инвалид по зрению. Мужчина инсулинозависимый. Выехать и получить жизненно необходимые для него лекарства он не может. Однако общаться с журналистами тоже почему-то боится. Этим материалом мы призываем подключиться к проблеме краевые власти. Если, конечно, после выборов у них есть интерес что-либо делать для людей. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. Федеральная антимнопольная служба возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Об этом сообщается на сайте правительства. В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Ведомству предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтепрерабатывающем заводе до продажи потребителю. Напомним, большинство опрошенных считают, что цены на бензин будут только расти. Также ранее глава Минэкономразвития Забайкалья Бордалиев заявлял, что в регионе больше не будет дефицита топлива и цены якобы перестанут расти. Владимир Качков стал исполняющим обязанности главного федерального инспектора Забайкальского края, сменив на этой должности Евсея Васильева. Об этом пишет сетевое издание «Байкал-24». В публикации было также отмечено, что Васильев покинул Забайкалье в начале августа. Однако причины его отъезда не были уточнены. Евсей Васильев, напомним, был назначен на должности главного федерального инспектора президентом России Владимиром Путиным в апреле 2020 года. В январе 2023 журнал «Регионы России» высказал критику в адрес Васильева после скандала, связанного со школой в Каштаке. Окончательное открытие этой школы, к слову, произошло только в сентябре 2023 года. Петиция об отставке главы Лавянинского района Андрея Антошкина набрала уже больше тысячи подписей. Об этом сообщила ЗАПРУ местная жительница накануне днем. В районе ничего не делается. В ближайшей больнице в Ясногорске нет врачей и аппаратуры. Сиротам не выдают жилье, кругом мусор. Жители хотели обратиться к губернатору Забайкале Осипову, но у него нет таких полномочий. Выбором не занимается местная дума, рассказал собеседник издания. Также в петиции население просит вернуть прямые выборы главы района. Напомним, ранее главу района Андрея Антошкина уже снимали с должности. За утраты доверия прокуратура выявила у него нарушение антикоррупционного. Законодательства в деятельности связаны также с принятием на должность муниципальной службы близкого родственника, не имеющего нужной квалификации. В Чите разрабатывается новый туристический маршрут, который привлечет китайских посетителей. Он будет охватывать места, которые посетил основатель КНР Мао Цзэдун во время своего визита в наш город, пишет ТАСС, о ссылке на начальника управления международных связей, туризма, администрации города Любовь Ожегову. Туристический маршрут будет посвящен советскому прошлому города и его военной истории Дальневосточной Республики. Остановки на всем его протяжении будут включать места, которые посещал Мао Цзэдун во время своего визита в Читу. На основных точках маршрута будут установлены стенды с информацией о достопримечательностях и QR-кодами, которые позволят туристам послушать аудиогид. Виртуальные экскурсоводы будут говорить с посетителями на трех языках – русском, английском и китайском. Маршрут начнется от железнодорожного вокзала Читы и будет включать такие места, как гимназия номер 4, где Мао Цзэдун получил звание почетного пионера, парк, дом офицеров, краевой музей и другие достопримечательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Депутат законодательного собрания Виктория Бессонова и председатель комитета ЖКХ города Марина Попова против редкого дерева. Обращение по рубочный билет с подписями властных женщин привели к пронзительному звуку бензопил и возмущению жителей дома по новобульварной 113. Разбор этой разочаровывающей грустной ситуации дальше в сюжете Вячеслава Бортницкого. Во дворе новобульварной 113 сегодня снова неспокойно. И дело не в том, что буянят посетители наливайки неподалеку. Знаменитое дерево, растущее во дворе сегодня, будут пилить. Зое Николаевне 90 лет, редкому дереву 50. Старушка выходит попрощаться с любимым растением. Оно в Красной книге. Их всего в городе два. Туда даже биологи со школы приводят учеников, показывают это дерево. Те ветки, которые сильно спускались, их подрезали. Ну, Господи, прости, у нас тут есть одна простепома. Она сказала, что это она боится с ребенком проходить с коляской, что дерево на нее упадет. Я все сделаю, чтобы его убрали. Ну, мы подрезали, которые ветки были большие. А сейчас-то, а теперь пожарка уперлась, что в случае пожара, они не смогут проехать. А я сказала, что с трех сторон у нас проезд, пожалуйста, свободно, если с вышкой машина пойдет. Но дай бог, что в 50 с лишним лет никакого пожара не было. Я говорю, вы что тогда по всему городу спиливаете деревья, которые наклонные? Вот у нас сербор загорелся. А та сказала, я все равно спилю его. И мы ничего не можем делать. Ну, вот они должны приехать два часа и срубаться. Не, ну, вот та молодая, которая уступала с ребенка, что дерево упадет на ее ребенка. Так ты с маленьким ребенком, ты под наше дерево тогда не ходи. Стой возле своей, гуляй с ребенком в своем подъезде. Чего ты к нашему подъезду прицепилась? Я не знаю, кому-то, кто-то кому-то на хвост наступил, что они решили назло это дерево срубить. Она все равно с этим говорит. Она сказала, назло, все равно срубят. Ну, вот кого-то... Зачем? Не надо это дерево срубать. Приезжает машина управляющей компании. Раздают документы. Один человек написал... Вы возьмите документы-то, прочитайте, вы будете добры, пожалуйста. Я понимаю прекрасно. И по-человечески все это понимаю. Но здесь вы мне-то что... Я выполняю распоряжение. Это тупое. Тупых людей. Я-то при чем здесь? Никуда нам обратиться? Я вам говорю, возьмите. Я вам даю координаты, вы прочитайте в начале документа. Там все описано, кто направлял эти документы нам и все остальное. Человек живет вот в том доме. Ну, откуда? Я не знаю, кто где живет и кто писал. Абсолютно. Так, подгоняйте машину, ребята. У них шаблон. Подписалось это Бессонова. К депутату законодательного собрания Виктории Бессоновой обратилось несколько граждан, которым помешало дерево жителей дома. Далее депутат обратилась в прокуратуру. Прокуратура вынесла предупреждение. Комитет ЖКХ выдал порубочный билет. Тогда дерева отстояли от полного сноса. Но вот уже выписано предостережение. Будут пилить. Я вот это начинаю частями. Да, да, да. Вот тут. Потом до отсюда дойдем. Там посмотрим. Ну, а что бы не там? Деньги. Ну, а что бы не там? Ну, а что? Вот тут. Ух ты. Ух ты. Знаете что, в отношении этой Костиной можно такую статью накатать, что она по дворам занимается мелочевкой. Нужна ли такая депутат, что у нас, когда тут пивнушки, когда тут материал такой. Виктория Бессонова пояснила, обращение было и по дереву, и по пивнушке. По пивнушке итогов реакции прокуратуры пока нет. Пьяный дебош продолжает радовать жителей. А вот дерево пилят. Самым человечным оказалось отношение не прокуратуры, не комитета ЖКХ, а управляющей компании, у работников которой не нашлось сердца столько жестокости, чтобы на глазах у Зои Николаевны срубить свол под корень. Ну а как такая обрезка вообще? Никак. Никак. Вот так вот. Жалко? Конечно. Слушай, ну я с ребятишками, если ты делаешь, 50 лет с лишним тому назад. Вот. Ребята-то уже по 60 лет. Дерево-то это все, вот все, что здесь есть, это все нами было. Вот такими коротышками. Бегали над ведерочками, поливали мне тут ямочки, копали, саженцы садили. Итог такой. Дерево изуродовано, но живое. Машины приезжают без проблем. Пивнушка работает исправно. А вот Белочка испугалась. Вячеслав Бархнинский, Ирина Тимофеева и Павел Шухляев. ЗАП-ТВ Команда профессионалов в сфере предоставления услуг ЖКХ нуждается в пополнении. Управляющая компания Читы ищет в свои ряды ответственных и готовых к работе сотрудников для успешного развития организации. Все подробности смотрите дальше в материале моих коллег. Управляющая компания «Лидер» с 2008 года занимается обслуживанием многоквартирных домов в Ингодинском районе Читы. Сейчас на балансе организации находятся 223 дома. И главная цель команды «УК «Лидер»» – это предоставление качественных коммунальных услуг своим потребителям. Мы существуем 15 лет. В этом году, кстати, у нас юбилей. У нас работает более 300 высокопрофессиональных сотрудников, которые обслуживают более 200 домов. У нас имеется полный комплект современной необходимой техники. У нас имеется круглосуточная оперативная аварийная служба. Кроме того, мы очень активно взаимодействуем с советами многоквартирных домов, а также с ТОСами. Несмотря на полное техническое оснащение и численность сотрудников более 300 человек, «УК «Лидер»» нуждается в пополнении штата. Как и у любой другой управляющей компании, у «Лидера» имеются свои проблемы, над которыми руководство активно работает. Но главная задача на сегодняшний день – это поиск ответственных сотрудников в свою команду. Основная проблема – это нехватка специалистов и рабочих рук. Сегодня в нашу управляющую компанию для дальнейшей успешной работы и развития срочно требуются электрики, сантехники, сварщики, дворники, уборщицы, плотники. Конечно, мы предопределяем требования, определенные к нашим сотрудникам – это ответственность, коммуникабельность, аккуратность. Требования к сотрудникам и преимущества компании – информация полезная, но лучше всего работает практика. Сергей Александров был в поисках работы более двух месяцев, пока не узнал про управляющую компанию «Лидер». Дворник работает в организации чуть более месяца и за такой короткий срок уже успел убедиться в надежности компании, оценить руководство, коллектив и, самое главное, свою первую зарплату. Через знакомых я нашел лидер компании, устроил сюда дворников. Так как по состоянию здоровья я не смог на тяжелую работу пойти. Замечаний к руководству нету, сотрудники держелюбные, зарплата достойная. Устраиваясь на работу в управляющую компанию «Лидер», вы получаете официальное трудоустройство, стабильный заработок в успешной компании, полный социальный пакет и проезд до работы из отдаленных районов за счет компании. Также УК «Лидер» развивается не только в сфере предоставления коммунальных услуг, но и работает над сплоченностью своей команды. Организация праздников, проведение различных мероприятий для коллектива и полная поддержка сотрудников. Звони 8-914-430-18-47 или приходи по адресу город Чита, улица Ингодинская, 6. Управляющая компания «Лидер» – достойная работа в команде профессионалов. ЗАП-ТВ ищет ведущих и авторов тематических программ. Образование и опыт приветствуются, но главное – желание. Мы предлагаем работу в дружном коллективе, достойную зарплату, а также возможность найти и реализовать себя. Звони 325566. Пиши. ЗАП-ТВ собака.заб.ру. Количество вакансий ограничено. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом программы. Под нашими выпусками новостей на Ютьюбе делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. ЗАП-ТВ СОВЕР и ЧЕРИ с гарантией до 7 лет. Выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новой ЧЕРИ. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч в эфире. СОВЕР и ЧЕРИ с ГОВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕР и ЧЕРИ с ГОВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕР. СОВЕР и ЧЕРИ с ГОВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕР. 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 СОВЕР.